Бизнесмен Илон Маск поделился масштабными планами на новые испытания корабля Starship и освоения Марса. По словам миллиардера, в будущем SpaceX сможет запустить многоразовые корабли на Марс и Луну и создать там поселение. Основатель компании провел презентацию на базе Starbase в Техасе, в ходе которой рассказал о планах на космические полеты, освоение космоса и создание межпланетарной жизни. Говоря о сроках отправки людей на Марс, Илон Маск заявил, что это станет возможным в течение 7-9 лет. По его мнению, после возможности находиться на Луне и Марсе, люди смогут достичь и других космических объектов, а также соседних систем. Я вообще слежу за деятельностью всех космических агентств, включая и частные агентства. Но я хочу отметить, что, конечно, их успехи достаточно внушительные. То есть они сделали очень много того, что еще пока никому не удавалось, допустим, посадить на платформу в океане опять-таки ракету, без всяких таких последствий отрицательных. Но тем не менее, я хочу отметить, что, разумеется, вот эти вот все планы колонизировать космос, они были не только у Илона Маска, они присутствовали в принципе всегда у всего человечества. И сейчас у всех космических агентств мира есть такая направленность, чтобы нужно именно космос осваивать для того, чтобы мы там жили в дальнейшем. Генеральный директор SpaceX задумывает отправить на Марс около миллиона человек в ближайшие годы и основать на планете колонии. Не так давно Илон Маск выступил с презентацией, в которой показал концепцию человеческих поселений на Марсе и Луне. По его словам, чтобы обеспечить жизнь на других планетах, нужно создать транспортную систему. Поэтому в своем обзоре миллиардер сосредоточился на корабле-старшив. Он собирается совершить четвертый тестовый полет системы в мае, если компании удастся получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации США. Человеку надо будет с Земли улетать. Ну, не сегодня, не завтра, но это все равно произойдет. Но даже если бы все это мы сумели сделать, то есть несколько еще отрицательных моментов. Первый момент, ну, представим себе, живет там человек. Ему нужно что в первую очередь пить? Это самое дорогое, что доставляется с Земли на орбиту, ну и тем более на Луну. Там вот воды такой, как реки, у нас здесь текут, не существует. То есть человек может находиться вот в таком вот, скажем так, пространстве, где это все присутствует, но недолго. Он может слетать на Луну, ну, на две недели и прилететь обязательно на Землю под защиту нашего магнитного поля. На Луне, к сожалению, магнитное поле отсутствует. То есть защищать от солнечной радиации нечем. Поэтому, я еще раз повторяю, какую бы там мы постройку не построили, все равно человек там облучится и, ну, просто-напросто погибнет. Если компании Илона Маска все-таки удастся начать колонизацию Марса и Луны, то это станет революцией в космической отрасли, а также, в теории, поможет решить проблему перенаселения на Земле. Освоение Красной планеты даст толчок развитию науки, позволит обнаружить и открыть новые элементы. Материалы, полезные ископаемые, существенно расширит ареал обитания человека. Но сможет ли человек покорить другие планеты или это так и останется сюжетом для утопических романов? Нам остается только ждать и следить за новостями.